всем привет и сегодня обзор на фв 201 а 45 стоит ли доплачивать за этот танк и если на этом броня в основном стоит ли доплачивать за этот танк потому что ивент достаточно тяжелый многие игроки не получили вот я лично получил бесплатно прошел почти все пункты кроме последнего не чуть-чуть не хватило стоит ли доплачивать ради фв броня у этого танка в принципе отсутствует но есть когда может танковать основном это игра только углами фармит танк приблизительно вот так а игра на танке очень комфортная напоминает там на т23 и 3 на руде там т-43 вот но танк фармит приблизительно вот так так как у этого танка самое большое пробитие мы сейчас проверим есть ли броня у танков в 201 сейчас направляем просто прямо смотрим куда он не бьется он не бьется башни то есть надо танковать башни танк очень хорош по углам довольно он очень хорош по углам но пробить его очень вот так же мы только только вот здесь не пробивает собака башни уже пробивается лоб стреляет там даже в обратку пробивает сейчас еще раз проверим да даже ворота пробивать в такие так что танк конечно можно сказать безбродный хотя могу сказать по своему личному мнению что я играл многие танки не пробивают так что и не могу сказать что там прям сильный от врат вот как бы сильных мест брони этого танка сильный по подвижности этот танк неплох довольно вот здесь один очень подвижный танк но могу сказать что тигр тигр объезжает его на максималке то есть на разгоне чуть-чуть фв вырывается а на максималке уже тигр так что танк довольно медленный конечно он быстрее black prince это я думаю что это главный соперник этого танка это принц black prince он быстрее его прям значительно быстрее но ненамного вот но как есть у black prince и броня а на этом танке и нет тогда конечно спорно все спорно вот так что теперь следующее испытание пробивается ли фугасом этот танк скорее всего что да но мы сейчас уточним пробивается ли фугасом так бьется даже спорную точку хотя вроде бы она и не спорна ну как бьется так у в в у у у у у у у у у И этот танк легко примет от большого танка. Танк, конечно, от фугаса он сильно получит. Стоит ли платить за этот танк? Спорно, потому что есть и танки лучшие, так же как Руди, Т23.3, он подвижный. Как это тяж. Ну, если, конечно, у вас там, вы подошли очень близко, и вам не надо доплачивать, там, тысяч пять золота, то, конечно, там можно купить, потому что он и дешевле получится, довольно комфортно на нем играть. Вот, так что вы можете посмотреть реплей этого боя. Я оставлю ссылочку на видео, и вы можете посмотреть, как играть на этом танке. Но игра на этом танке это только углами, потому что брони вообще нет. Если немного надо доплачивать, то стоит все-таки. Все-таки стоит доплатить за этот танк. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok